Из-за непогоды в тот день возникла угроза подтопления. Вода подошла к семи домам в станице Анапской и в хуторе Чимбурка. Спасатели предложили жителям эвакуироваться. В санаториях для них уже были подготовлены места. Однако вода не дошла до первых этажей, затопив только огороды. Поднимается уровень воды. Для того, чтобы его уменьшить, нам необходимо расчистить немножко русло и увеличить его. Дать возможность быстрому сходу. Потому что в перспективе погода улучшаться не будет, будет только ухудшаться. Русло рек городские службы начали расчищать еще с начала января. Оперативный штаб возглавил Юрий Поляков. Подобная ситуация сложилась еще в нескольких районах города. Были ситуации точно такие же уже в этом году на реке Суко. То же самое уже работы были проведены. И было недопущено разлив реки Суко в районе улицы Утричской. Русло реки Анапки будут расчищать в районе мостов на пересечении с Пионерским проспектом и Симферопольским шоссе. Такое решение принял глава курорта. Кстати, подобные мероприятия в Анапе не проводились уже несколько лет. Чтобы быстрее справляться со стихией, оперативная группа рассмотрела несколько предложений. Я же говорил Юрий Поляков, давайте чуть в сторону русла прокопаем, дадим возможность ухода. На месте работали специалисты ЖКХ, служба спасения. Была задействована спецтехника. Площадь озера больше 40 квадратных километров, поэтому вода будет сходить постепенно. Как говорят в Управлении гражданской обороны, проблема будет решена уже к концу сегодняшнего дня. Руслан Душевский, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.